Такие рабочие бригады по сносу незаконных павильонов в Кургородке работают не первый раз, а вернее пятый или шестой. Порядок в сфере торговли в Сочи наводится давно. В прошлом году снесено 10 объектов незаконного строительства. На снос в очереди еще 100. Правовой статус данных объектов не подкреплен никакими документами. Либо они были прекратили свои действия, либо были отменены. То есть, как правило, это решение суда. Все, что установлено неправомерно на муниципальных участках, подлежит сносу. Однозначная позиция главы города. Поэтому демонтаж будет продолжаться активно и в этом году. Администрация города Сочи сносит только по тем решениям суда, где исполнителем является администрация города. Бывает, где сами сносят, где просят суд, чтобы на них возложили эту обязанность. Потому что, когда сносит администрация, естественно, потом по решению суда затраты на снос этой незаконной постройки возвращаются опять к нерадивым застройщикам. И они должны компенсировать затраты администрации. Город-курорт давно уже нацелен на цивилизованный рынок. В прошлое ушли невзрачные ларьки и павильоны. Им на смену приходят современные магазины. Но, к сожалению, еще встречаются отголоски 90-х. Сейчас вот по демократической я проехался. Здесь, по Кирову, везде одна и та же картина. Опять выносная торговля, опять вылезают на тротуар, опять они вывешивают на двери, какую-то сетку закрепляют на фасад здания, либо на окно. И здесь же начинается вывеска всего того, всей той красоты, которой они торгуют. Поэтому так делать нельзя. Могдин Чермит остался недоволен ситуацией с торговлей и на улице Урожайной. Мусор, который остается от несанкционированной торговли, это несколько тонн в сутки. За него никто не платит, а сах вывозит. Рассчитывается бюджет города. Ежемесячно субсидирует коммунальное предприятие с городской казны в размере 12-14 миллионов рублей. Навести санитарный порядок получится только при создании специальной ярмарки. Такое предложение было озвучено на совещании, которое провел сегодня в Адлере первый заместитель главы города. Торговлю в 5-километровой приграничной зоне, где и расположена улица Урожайная, можно только при согласовании с федеральной пограничной службой, напомнил собравшимся прокурор Адлерского района Артур Шмуйлов. Данный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.